МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ассаламу алейкум агаим. В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Сегодня в выпуске. Житель Карагандинской области уже больше полугода ждет доставку купленной мебели. В Карагандинской области орудуют мошенники. Пастух забил супругу до смерти. В минувшее воскресенье жители микрорайона Бесоба вышли на акцию протеста. Несмотря на то, что Акимат не разрешил жителям устраивать митинг. В отчаянии они собрались на стадионе «Летейщик» Мэкудуки. Ирина Камышова расскажет подробнее. «Аким спит, Бесоба не спит!» Несколько десятков жителей с транспарантами выразили недовольство действий властей, которые до сих пор не выдали бессобинцам, оставшимся без крыши над головой, другую жилплощадь. Жители раздали журналистам листовки, в которых были указаны требования к властям. Они требуют признать уцелевшие дома аварийными и обеспечить хозяев квартир равноценным жильем. В случае невыполнения властями наших требований, следующий сакционированный митинг мы будем просить провести в городе Астана перед резиденцией президента Республики Казахстан. С момента обрушения дома в апреле этого года бессобинцы не могут добиться от властей ни документов, ни объяснений, в которых бы, по словам жителей, реально было отражено состояние многоэтажек жилого комплекса. Приходил директор Казмира, заслуженный строитель Казахстана. Вот я ему смотрел, мы почти с ним ровесники, я ему смотрел в глаза, как же он будет говорить, что дома аварийные. Вопрос такой, дома наши аварийные, можно в них жить или нет? Он сказал, дом аварийный, но пока Акимат нам платит деньги, вы можете там жить. Мы будем следить за домами. Если дом будет падать, мы вас предупредим. Жители опасаются, что обрушится рядом стоящий недостроенный дом номер 4. По словам бессобинцев, конструкция накренилась, а трещины в стенах увеличились. Сейчас территорию вокруг дома оцепили. Люди рассказывают о том, что живут в постоянном страхе. Все боятся, что беда настигнет их врасплох. Все маяки разорвали, и стены начали уходить. Угол дома, пятого дома, четвертого дома уходит внутрь двора. То есть на то место соединения, где детская площадка, где ходят люди, где живут люди. Митинг бессобинцев власти посчитали несанкционированным. Несмотря на то, что собрались протестующие в единственном разрешенном для этого месте стадионе «Летейщик» в Майкудуке, Приехавший на митинг заместитель Акима Октябрьского района Алимжан Канаев попросил граждан разойтись. Такое разрешение не давали на митинг? Еще раз говорю, есть постановление Акима города Караганды об отказе в проведении митинга инициативной группе жителей жилого комплекса Бессоба, где конкретно указано, что на стеле независимости, то есть на площади, где стела независимости, проведение митинга запрещено, можно проводить митинги на стадионе «Летейщик». Поэтому вы поняли данное постановление буквально. Между тем, буквально вчера в Акимате Караганды прокомментировали ситуацию об угрозе обрушения недостроенного дома номер 4 в жилом комплексе. По результатам было установлено, что на 24 июля никаких отклонений строительных конструкций домов жилого комплекса по сравнению с ситуацией на 20 апреля не выявлено. Кроме того, в Акимате сообщили, что в конце текущей недели Акимам города запланирована встреча с жителями жилого комплекса Бессоба, на которой будут обсуждены все актуальные проблемы комплекса. Ирина Камышова, Бауржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Венера Мухаммедшина Именно так началось судебное заседание по делу Мухаммедшиных. История положила свое начало 7 месяцев назад, когда дочь выгнала своих родителей из собственного дома. С тех пор пенсионеры скитаются по съемным квартирам. Дом купил глава семьи Мухаммедшиных. Чтобы облегчить жизнь своих детей, Наил Рахимович переоформил дом на свою дочь. А она... Старые будем, мы же от своих детей ждем, ну хорошего так же. Думали, вот дочь-то, дом-то ее будет. Мы-то думали, вот будем стареть, она за нами будет ухаживать, смотреть будет за нами. А тут, видите, наоборот, она-то нас выгнула. Конечно, проблема родителей и детей имеют место быть. Однако в семье Мухаммедшиных семейный конфликт не разрешается. Вот уже на протяжении нескольких месяцев семья не может простить друг другу старые обиды. В эту историю страдают родители. В свою квартиру они попасть так и не смогли. Тот роковой для семьи Мухаммедшиных день хорошо помнит и друг семьи. Я к нему пришел, мне нужно было там флягу взять у него туда-сюда. В этот момент зашел когда во двор. Венера его дочка сидела на крыльце и кричала, ну уходите отсюда, мне полиция разрешила вас выселить туда-сюда. Я поменяю замки в дверях, я не хочу, чтобы вы здесь были. Все, уходите отсюда и все такое. Александр Тараканов рассказывает, что пытался образумить Венеру. Однако та даже и слушать не хотела. Мало того, бывали дни, когда она угрожала своим соседям, мол, заявит на них в полицию. Я у нее еще спросил у Венера, я говорю, Венер, что ж ты делаешь? Это же твои папа и мама, родители твои, как же так можно? Она уперлась, она говорит, я защищаю свою честь, достоинство, мол, туда-сюда. Я говорю, какая честь, какая достоинство? Это же твои родители, какой тут честь и что, о чем можно говорить? Нет, уходите и все, и вообще не стала разговаривать. На суде присутствовал и сын Наиля Рахимовича, Венер Мухаммедшин. Правда, снимать его он разрешение не дал. Я ей говорил, раз ты семью создала свою, у него сейчас, как он, по юридическому, он и не может даже не сожить. Десять лет девчонке было, десять лет девочка выросла, они вырастили, вырастили эту девчонку, его там не было. Переезжать с одной квартиры на другую Наиль и его супруга Фироя просто устали. Каждый день они молят Бога о том, чтобы эта история поскорее закончилась. Старость несчастные родители хотят встретить в своем доме. Каждый месяц квартиру Симай. Мы сейчас в Караганде. Бечи. Бечи мы сейчас в Караганде. Вот. Какой позор, какой стыд. Когда у меня есть свой дом, я вот бечу и по Караганде хожу. К великому счастью, как сообщил нам Наиль Мухаммедшин, суд принял справедливое решение. Дом Наилю и Фироя Мухаммедшиным вернут. Хочется верить, что этот неприятный инцидент между детьми и родителями окажется последним. О продолжении истории семьи Мухаммедшиных мы расскажем в одном из следующих выпусках новостей. Мирамгуль Салкимбаева, Бауржан Алипов, Алексей Спиридонов. Первый Карагандинский. Житель Карагандинской области уже более полугода ждет доставку купленной мебели. Один из мебельных махсалонов города с прошлого года кормит покупателя завтраками, а мебель так и не доставляет. Ни товара, ни денег. В отчаяние потребитель обратился в суд. 48-летний житель Каркаролинска в ноябре прошлого года вместе с родными приехал в Караганду, чтобы совершить столь долгожданную для семьи покупку – мягкий уголок и горку в гостиную. Зайдя в достаточно известный в городе мебельный салон, они подобрали подходящие диваны и корпусную мебель. Отдали за покупку больше 300 тысяч тенге. Счастливая семья отправилась домой в Каркаролинск. Именно туда в течение трех недель должны были доставить товар из карагандинского мебельного салона. Однако ожидание затянулось. С прошлого года, по декабрь месяца, они не доставили нам вот эту мебель, которую мы купили. Первый раз, когда мы звонили, они говорили, что у них там в фабрике сломался, который делает аппарат, что ли. И потом, после января, мы еще раз звонили, приехали, приезжали. Они говорили, что вот везут где-то возле Балхаша, сломалась машина там. Так и месяц они так нам говорили. Там мебель, машина там стоит, там морозы. Июль на дворе, прошлогоднюю покупку продавец до сих пор не поставил. После нескольких месяцев ожидания купленного товара, Житкинбай Малаев был вынужден обратиться в общество по защите прав потребителей, где мужчине помогли подать исковое заявление в суд. Прошло два слушания, однако ни на одной из них владелец мебельного салона не явился. Тем временем суд обязал мебельный салон выплатить Житкинбайу Малаеву сумму около 370 тысяч тенге. Это и стоимость купленной мебели, и сдержки, а также 10 тысяч тенге морального ущерба. Купили 5 месяцев, хотели новую мебель поставить дома. Ну так получилось, ни мебели, ни денег. Тем временем в обществе по защите прав потребителей говорят, что это не первая жалоба от покупателей на данный мебельный салон. Но только в отдельных случаях потребители просто не знают, куда обращаться, чтобы защитить свои права. Людей обращений очень много. Это, представляете, десятки жалоб только к нам поступают, а те, которые до нас не доходят и самостоятельно решают. Сейчас уже несколько исковых заявлений в судах находятся. В связи с этим, скажем так, острым спросом на данную организацию, не то, что даже спросом, а жалобами на данную организацию, мы уже повторно обращаемся в департамент финансовой полиции, в прокуратуру города Караганды и в налоговый комитет по привлечению к ответственности за данные действия. И, соответственно, я думаю, какие-то меры должны быть приняты. На этом судебные разбирательства недовольного покупателя с мебельным салоном не закончены. Подробнее наши корреспонденты расскажут в завтрашнем выпуске новостей. В Карагандинской области орудуют мошенники. В последнее время в регионе участились случаи мошенничества. Только за последнюю неделю имели место быть 4 факта преступлений, передает закон.кз со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренних дел Карагандинской области. Напомним, что жертвой цыганок-гадалок стала 24-летняя жительница города Караганды, которая в одночасье лишилась миллиона тенге и золотых украшений. Другой жертвой мошенников стала 80-летняя пенсионерка, которая сообщила, что две неизвестные женщины в возрасте 35-40 лет путем обмана, якобы пенсионерка выиграла в лотерее бытовую технику, завладели деньгами 500 долларов США, 100 тысяч российских рублей и 120 тысяч тенге. Похожий случай произошел в Саране. Жертвой группы мошенников, в которую вошли две женщины и мужчина, стала 79-летняя женщина. Злоумышленники сообщили своей жертве, что она выиграла холодильник в магазине бытовой техники. И завладели деньгами в сумме более 200 тысяч тенге. В настоящее время есть повод полагать, что в области орудует группа мошенников, жертвами которых чаще всего становятся люди преклонного возраста. Схема периста проста. Вам говорят, что известный в городе торговый дом или компания проводит розыгрыш, и вы выиграли тот или иной приз. Но вместе с вами за приз борются еще несколько человек. В связи с этим проводится своего рода аукцион. Кто больше сможет выложить денег, тот и забирает заветный приз. С оговоркой, что как только победитель выяснится, деньги вернут. Но, конечно же, в итоге розыгрыша о возврате денег, и уж тем более о получении приз речи не идет. В этой связи полиция Карагандинской области обращается к гражданам с предупреждением быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. В случае, если вам сообщили, что вы стали обладателем приза, немедленно сообщайте в полицию. В Жанаркинском районе пастух забил супругу до смерти. 21 июля в вагончике для жилья на одном из крестьянских хозяйств недалеко от поселка Атасу обнаружен труп 29-летней работницы. Передает закон .кз со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области. Согласно проведенному патологоанатомическому исследованию, женщина умерла от травм головы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 45-летний супруг, работающий пастухом крестьянского хозяйства. Изначально супруг утверждал, что женщина упала с лестницы, но позже, под весом предъявленных улик, мужчина признался, что днем ранее в ходе возникшей ссоры избил жену. С места происшествия изъят кнут, возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Всем известно, что наша область является одним из тяжелопромышленных регионов, и поэтому проблема, связанная с экологией, стоит на особом месте. Сегодня с целью разъяснения экологических проблем преподавателям Управления природных ресурсов Карагандинской области совместно с общественным фондом «Аксаран» провели семинар. Вопросы, связанные с экологией, являются самой наболевшей темой на сегодняшний день. По нашей области методом корреляционного анализа определено, что заболеваемость людей зависит от уровня загрязнения атмосферного воздуха химическими веществами, превышающими предельно допустимые концентрации. Сегодня по этому поводу прошел семинар среди преподавателей учебных заведений. Семинары, посвященные экологическому образованию и воспитанию с применением современных технологий обучения. Это для преподавателей, учителей средних школ. По словам организаторов данного мероприятия, целью является разъяснение учителям о том, какие методики, касающиеся экологии, есть в нашей области. Их необходимо внедрять в общеобразовательные школы. Ведь дети должны знать об экологических проблемах, говорит финансовый директор общественного фонда. Преподноситься это должно все новым методом, с применением, в частности, компьютерных технологий. Вот сейчас разработали, совместно с общественным фондом Ахсуран, разработали четыре методических учебника. И три из них являются как бы аудиоучебниками, видеоучебниками, все визуально. Как говорится, лучше один раз посмотреть, чем сто раз услышать. Вот дети, сейчас преподавателям, учителям все раздадим вот это, они посмотрят, покажут детям, и восприятие уже совсем другое будет. В этой связи организаторы мероприятия считают целесообразным рассмотреть вопрос об усилении контроля со стороны руководства за загрязнением воздуха. Ведь от этого зависит здоровье жителей Карагандинской области. Повышение экологической культуры, в частности, среди населения, среди руководителей вот этих предприятий, это очень важно. Мы когда осознаем, когда народ осознает, что это нужно не только государству, но и всему народу, тогда оно будет требовать свои конституционные права, свои гражданские права. Участники мероприятия надеются, что такие полезные собрания будут проводиться чаще. Мирамгуль Салкинбаева, Боржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова